Легендарная серия мотогонок Рай 3 возвращается на мой ютуб канал после долгого застолья, ребят. Поэтому рад приветствовать вас на своем канале. Кто впервые на моем канале, подписывайтесь обязательно. Продолжаем прохождение карьеры Рай 3. Дело в том, что я ее проходил где-то полгода назад, но я проходил ее на пираточке. Сейчас у нас уже лицензия и все у нас должно быть теперь по фэншую. Я в прошлой серии ездил не на запись, а на вот таком вот Ducati Street Fighter 848 2014 года. Если будет у нас возможность в этой серии покататься, я вам еще раз покажу этот мотоцикл. Ну а если не будет, то уже как-то обойдемся без него. Но в любом случае, если в серии его у нас не было ранее, то я вам его однозначно покажу в одной из своих серий. Поэтому подписывайся обязательно, не забудь поставить лайк, потому что это помогает моему каналу продвигаться. Ну и приятного тебе просмотра. Значит так, ребят, на чем я вообще остановился, давайте я сразу вам покажу. То есть, мне пришлось заново перепроходить всю карьеру. То есть, вот эти вот левел 1, левел 2, я их полностью прошел на золото. То есть, поморочил голову, но все-таки сделал. Сейчас мы проходим третий уровень, вот этот. Вот, здесь единственное, я не смог пройти вот эти вот два задания. Но я думаю, там не на запись, как-то я потом постараюсь через силу пройти это все дело. Ну а сейчас мы проходим три мастерс, ребят, двухцилиндровые нейкеды. И сейчас мы будем уже проходить овертекинг вайт нейкед байкс. Как-то так называется это все дело. Ночные гонки будут. Почти 4 километра нам нужно будет обойти, вот я не могу понять, 18 овертейкс. Я так понял, это типа гонщики, которых нам нужно будет обогнать на этой трассе. Ладно, все, ребят, значит, тогда поехали, погнали. Что мы можем выбрать среди тех мотоциклов, которые у нас на данный момент есть? Это Ducati Monster 696. И есть у нас еще Triumph Street Triple RX. Насколько я помню, на этих мотоциклах мы еще, ребят, не гоняли. Поэтому, наверное, берем Ducati Monster 696. Сейчас мы его немного прокачаем, чтобы он не был полное дно. Так, и прокачиваем его полностью. Бабла у нас хватает, слава богу, я заработал. Кстати, деньги, которые при установке игры у меня сохранились в предыдущей пиратской версии. Представляете себе, это вообще красота. Так, дальше, выхлоп, выхлоп, однозначно. О, смотри, какие, какой выхлоп крутейший. Вот это баночки. Так, 1000, супер. Дальше, это у нас типа Friction Reduction. Не знаю, что это такое в переводе. Напишите, кто знает в комментариях. Дальше, Racing Pistol. Это у нас более надежная поршня. Теперь у нас Racing Roads. Это у нас Шатун, да? Шатун 2000 долларов. Хорошо есть. Взяли его, прикупили. Теперь, ребята, что мы делаем? Grandshaft Balance. Это у нас Kalenval 2,5 тысячи кредитов. Так, дальше. Valve Tuning. Это у нас росточка цилиндров. 5000 долларов. Ладно, все берем. И теперь самое главное, это тормоза. Потому что без тормозов далеко ты не уедешь. Это, я считаю, второе по важности для мотоцикла. То есть, двигатель это скорость, тормоза это твоя безопасность. Значит так, дальше у нас тормозные суппорта. 1500 долларов. Есть, отвалили тормозной тросик. Чтобы он у нас не порвался ненароком во время езды. Ну и, соответственно, самую навороченную телескопическую вилку ставим. Стоит она также 2000 долларов. Ну, в общем, как бы и все. Остальное это у нас все только визуалочка. Сейчас мы уберем эти зеркала. Мне кажется, зеркала это лишние. Они просто не идут для таких вот мотоциклов-нейкедов. Так, черные, естественно, педаль сцепления и тормоза. Хандли бар. Ну, это уже такой визуалочка. Я думаю, на них уже застрять внимание мы не будем. И сразу переходим непосредственно к гонке. Вот такой вот у нас байк. Ducati Monster 696 2014 года. Производство Италия, ребят. Категория Naked. Погнали. Значит, нам нужно сейчас, я так понял, обогнать всех наших гонщиков, которые находятся на трассе за отведенное время, которое нам предоставляет сама игра. Сейчас мы это все увидим. Трасса Суга. Ночной спецучасток. Ночью будем гонять. Постараюсь ездить, наверное, ребят, с видом от третьего лица. Да. Видо третьего лица, ребят. Мне так кажется, так гораздо удобнее. Тем более, мне нужно еще время, чтобы привыкнуть для... Так, одного обогнали. Даже не знаю, сможем ли мы обогнать 18 гонщиков. Это очень сложно. Так. Не скажу, что прям трасса очень сложна, но, тем не менее, ночью как-то она воспринимается немножко иначе. То есть, вроде бы, знаешь, вроде бы, как бы я и знаю эту трассу, но... Но нужно поосторожнее. Пять уже гонщиков я обогнал. Давай, 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 давай. Чем мне нравится эта игра, то, что здесь много разных дисциплин. То есть, вроде бы, ты ездишь по одним и тем же трассам, а все-таки задания разные. То обгони мотоциклов, то дракрейсинг, то покажи лучшее время, то еще что-то. Хотелось бы больше, конечно, таких вот испытаний. Но то, что есть, я считаю, вполне себе достаточно. Конечно, разнообразия лишним не бывает, но и тому хорошо. Все-таки, знаешь, серия... Ой-ой-ой, ты смотри, блин, две секунды пенальти за то, что я съехал на газон, а? Представляешь себе? Так, ребят, у нас минуточка. Кстати, за каждого... За каждого гончика, которого мы обгоняем, нам добавляют дополнительное время. Там три или четыре секунды. Поэтому нам нужно спешить. Уже девять гонщиков позади. Сейчас вот этих вот, я думаю, обгоним. Они как раз вдвоем рядышком идут. Давай, 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 давай. Нам надо, надо, надо. Нужно стараться держаться задних, потому что с липстримом у нас сопротивление ветра меньше. И это, я считаю, хорошо. Так, двоих обогнал. Тут вот еще третий. Хорошо. Двенадцать есть. У нас в запасе еще пятьдесят секунд. Давай, 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 давай. Тринадцатый, четырнадцатый. По идее, должен справиться. Давай, давай, тридцать секунд. Двадцать пять секунд остается. Пятнадцать, шестнадцать. Уже две звезды я заработал. Ой, ребят, наверное, не успеем. Шестнадцать. Есть. Давай, давай, давай. Есть. Золото на последней секундочке, ребят, заработал. Ух, это было сложно. Так, ребят. Все супер. Золото. Три из трех звезды получил. Это отлично. Мне безумно нравится. Не зря мы прокачали мотоцикл на максимум. Потому что, если бы мы ехали на стоке, я уверен, что в восемнадцать гонщиков мы бы не смогли обогнать. И это, я считаю, хорошо. Поэтому не забудь поставить лайк, подписаться на канал, ребят. Дальше будет еще интересней. И следующая у нас трасса. Это у нас Олтон Парк Сёркет. Нам нужно приехать на первом месте. Соответственно, мы будем ездить на нашем уже привычном мотоцикле. Так сказать, посетим серию одному мотоциклу. А в следующей серии уже переключимся на какую-то новую модель. Так, мы ездили на Дукатти Монстр 696. Хотя нам сейчас отдаются возможности ездить на Дукатти Стритфайтер. Но, ладно. То мы оставим уже на следующую серию. Продолжаем гонять на Дукатти Монстр 696 2014 года. В принципе, мотоциклы хорошие. Все круто. Но глушители, конечно, это просто вообще клево. Очень клево. Олтон Парк. Я знаю этот спецучасток. Он, в принципе, не слишком-таки сложный. Так, старт рейс. Ну, в принципе, то, что есть, я думаю, вполне себе годится. На нейкедах, конечно, видов первого лица не слишком-таки интересные. Поэтому, наверное, будем продолжать ездить с видом от третьего лица. Кстати, забыл сказать, что здесь можно, кстати, гонщика поменять. Можно играть как за мужчину, так и за девушку. То есть, кому что предпочтительнее. Потому что есть гонщики на мотоциклах и девушки, кто не знал. Которые любят мотоциклы. Поэтому молодцы разработчики, потому что сделали, как бы, кастомизацию разных персонажей. Вот. Разный пол. Ну, на прокачанном мотоцикле, конечно, я рву всех этих гонщиков. А в начале, вот, когда я начинал прохождение этой карьеры, ребят, тут... Ну, когда еще денег у тебя было не столь-таки много, там, на прокачку, на улучшения. Очень сложно было бороться с соперниками. Вот сколько я помню, что мне приходилось одну трассу проезжать по несколько раз, чтобы заработать поближе. Потом выбирал самую коротенькую. Так, и смотрите, 2 секунды я отгрыз у своих соперников. Это хорошо. Три круга нам нужно будет проехать. Короче, серия у нас будет такая. По две гоночки будем на серию делать. Кстати, извиняюсь за то, что... Снимаю серию без веб-камеры. Да, я думаю, она просто даже и ни к чему. Хотите с веб-камеры, смотрите мои другие видео на канале. Я не думаю, что это главная цель, там, смотреть на мою рожу. Так, ребят. Второй круг. Звук такой, знаешь, невесистый, такой, средненький для мотоцикла. Хотя, вот, если бы выбирать между спортивным мотоциклами Нейкеда, я все-таки бы выбрал Нейкед. Вот не знаю, он такой, если бы, больше похож на дорожный мотоцикл. Он, мне кажется, даже красивей. Он спортивнее выглядит. Как-то, знаешь, такой более массивный, что ли. Спортивный мотоцикл, он такой, он не на каждый день. А это такой, знаешь, городской... Городской мотоцикл. И, блин, он крут. Он крут, реально крут. А с такими глушителями, так вообще, ты просто посмотри, как сбоку смотрится. Просто красота. Так, ребят, минуточку. Я вам тут показываю мотоцикл во время заезда, а сам жертвую. Временем так вот тормаживаемся. Да, он не повороткий. Но ничего не поделаешь. В принципе, все равно неплохо. Я думаю, три круга мы сможем проехать без проблем. И тормоза теперь хорошие. Когда мы прокачали у этого мотоцикла полностью тормоза, они прям вообще великолепные стали. Так, ребят, третий круг, последний. Очень крутой, конечно, мотоцикл. Сейчас мы проедем, мы еще раз вернемся к нему. Я вам покажу его со всех сторон, чтобы вы свинкли попускали. И все будет хорошо. Отличный байк. Очень круто смотрится. В принципе, я могу уже даже переключиться на вид от первого лица. Но я не думаю, что он, собственно, какой-то красивый. Ну, обычный. Обычный нейкед. Но так управлять, конечно, гораздо сложнее. Этим мотоциклом. С видом от третьего лица лучше будет. Надо будет попробовать еще эту игру. Можно ли ее будет запустить в режиме виртуальной реальности с программой Vortex. Просто вот ради интереса. Мне кажется, с такой вот камерой просто будет укачивать на ура. Все, ребят. В принципе, доехали, да? Ну, это лучшая, ребят, гонка вот на 2019 год. Эта игрушка выходила в 2019 году или в 2018 в декабре. Вот точно вот не помню. Но где-то в декабре я точно помню. Потому что я следил за новостями очень пристально по этой игре. Все, супер. Еще какую-то ачивку получил там. Union Jack. Это хорошо. Так, ребят. Итого у нас 687 тысяч долларов. В запасе 3 из 5. Короче, 5 звездочек мы заработали. Кубок золота. Это хорошо. Так, ребят. Ну и остается у нас там сколько? У нас остается 2 гоночки. А, вот, кстати. Смотри, я победил. Я получил еще какой-то мотоцикл. Ле, ничего себе. Вот это вот круто. А что это за байк такой интересный? Так. Configuration on you bike. Ну, давай глянем. Супер, ребят. Смотрите. Мы прошли полностью все на золото. TripMasters. Ну, круто. Обалденно. А выиграли мы V9 Bobber. Moto Guzzi. Moto Guzzi как-то называется. Этот мотоцикл 2016 года. В нашу коллекцию. То есть он у нас уже есть. Среди своих байков. Но, давай-ка я. Давай-ка мы сейчас сразу вернемся в мои мотоциклы. И в гараже посмотрим на тот мотоцикл, который принес нам сегодня победу. Moto Guzzi V9 Bobber. Скорость разгона не слишком-таки большие. Так, ребят. Мы с вами гоняли на Ducati. Да. Да. Вот на этом мотоцикле мы гоняли. Сейчас мы посмотрим. Showroom. Showroom. Это как смотреть? Вот такой вот мотоцикл. Очень круто он выглядит. Очень обалденно, ребят. Выглядит прям вот суперски. Вот согласись. Хотел бы на таком мотоцикле гонять. Я не знаю, насколько здесь баг литров. Но он настолько внушительный, что наверное там литров 18-20 стабильно есть. Это, конечно же, мотоцикл для одного гонщика. Но я так понял, здесь можно как-то вот заднюю крышку, наверное, снять и поставить туда, возможно, седло. А возможно, это как бы отдельная дополнительная опция, которую можно купить у производителя Ducati. Может и можно там поставить для двоих, чтобы можно было там свою подругу катать на этом мотоцикле. В общем, вот такая вот серия у нас получилась. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите очередная серия уже не за горами. С вами был Boost. Пока и удачи.